Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Горлов Виктор Владимирович, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента Московского экономического института. Представляю вашему вниманию доклад по научному исследованию, которое проводилось на нашей кафедре, по возможности создания базовых кафедр в Московском экономическом институте. В условиях быстрого развития технологий регулярно меняется и ситуация на рынке труда. Компании постоянно модернизируют многие процессы и корректируют требования к квалификации специалистов. Чтобы вовремя подстраиваться под требования рынка, обеспечивать выпускникам конкурентоспособность и гарантию трудоустройства, вузу необходимо налаживать партнерские отношения с потенциальными работодателями. Именно с этой целью многие университеты открывают у себя базовые кафедры предприятий. Базовая кафедра – это структурное подразделение университета, созданное совместно с компанией-партнером. В качестве партнеров обычно выступают коммерческие организации, лидеры рынка или отрасли. Занятия на базовых кафедрах ведут как преподаватели вуза, так и специалисты компаний. Для вузов главная отдача заключается в совершенствовании учебного процесса, включении в него лучших практик ведущих компаний. Благодаря работе базовых кафедр бизнес и вузы получают выпускников с теми компетенциями, которые им сейчас нужны. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации номер 273 ФЗ ввел понятие «сетевая форма реализации образовательных программ» и открыл широкие возможности для создания базовых кафедр. С принятием закона профессиональные образовательные организации могут создавать кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе предприятий, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. На кафедре менеджмента Московского экономического института, группой специалистов был проведен свод-анализ перспективы создания базовых кафедр в институте. Данный свод-анализ представлен у вас на экране. По результатам этого анализа группа экспертов пришла к следующим выводам. Первое. Отбор предприятий-партнеров для организации базовых кафедр необходимо выполнять по определенным критериям. Это наличие перспективного плана потребностей в специалистах с разбивкой по годам и направлением профилем подготовки. Согласие и возможность софинансирования образовательного процесса. Наличие необходимой материально-технической базы для создания кафедры. Возможность лицензирования программ, реализуемых на базовой кафедре. Анализ наличия потенциальных абитуриентов для обучения на базовой кафедре. Возможность ведущих специалистов предприятия принимать участие в формировании результатов обучения и реализации образовательных программ. Поддержка идеи создания кафедры руководством предприятия. Возможность организации совместных научно-исследовательских работ внедренческой деятельности. Заинтересованность в заключении договоров о целевом обучении и гарантии трудоустройства выпускников по специальности. Также необходима организация базовых кафедр межинституциональной принадлежности с широким набором возможных направлений подготовки. Разработка для таких кафедр особых программ с единым образовательным ядром и вариативных специализированных модулей. Создание базовых кафедр должен быть результатом выполнения отдельных проектов в рамках программы развития Московского экономического института. В уставах проектов нужно отмечать источники финансирования работ, сроки, индикаторы эффективности ответственных исполнителей. Для кафедр, создаваемых на базе научно-исследовательских, академических, проектно-конструкторских организаций и высокотехнологичных, наукоемких производств, целесообразно рекомендовать реализацию только магистрских программ и программ подготовки кадров высшей квалификации. Формирование штатного расписания вновь создаваемых кафедр по возможности должно быть в пределах существующего штата, за исключением вариантов сверхнормативного повышения контрольных цифр приема для вновь вводимых программ базовых кафедр. Условием открытия базовой кафедры является формирование образовательных программ нового поколения, в том числе на основе образовательных стандартов, установленных Московским экономическим институтом самостоятельно. Также программы должны соответствовать международным требованиям и быть способны пройти профессионально-общественную и международную аккредитацию. Отбор преподавателей и сотрудников базовых кафедр необходимо проводить на конкурсной основе, учитывая квалификацию в проектировании образовательных программ и организации образовательного процесса. На этапе становления базовая кафедра играет роль организатора и координатора как образовательного, так и научного процесса, в котором принимают участие другие структурные подразделения университета. В соответствии с приказом Минобранауки России номер 958 утверждается порядок создания профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. Согласно этому порядку, нами предлагается механизм создания базовых кафедр в Московском экономическом институте. Основаниями создания базовых кафедр в структуре ВУЗа являются решение Педагогического совета образовательной организации о создании структурного подразделения и договор о создание структурного подразделения, заключенный между образовательной организацией и предприятием. Основные этапы создания базовой кафедры в структуре института можно представить на примере следующей схемы. Во-первых, необходимо заключить договор о создании базовой кафедры, в котором нужно указать цель базовой кафедры, перечень ресурсов, лабораторных и учебных помещений, оборудование, организацию процесса создания базовой кафедры. Во-вторых, необходимо принять приказ о создании базовой кафедры и согласовать источники ее финансирования. В-третьих, нужно разработать положение базовой кафедры, штатное расписание и технологию подбора персонала. Сотрудники предприятия могут участвовать в разработке образовательных программ и курсов, организовывать практики и стажировки для студентов, заключать договора на целевое обучение, курировать исследовательские и дипломные работы обучающихся. Эта форма сотрудничества между вузами и бизнесом довольно широко распространена и за рубежом. Поступление на базовую кафедру не всегда совпадает с поступлением на первый курс бакалавриата или специалитета. Иногда студенты закрепляются за кафедрой при выборе специализации на втором или третьем курсе. Чтобы поступить на кафедру предприятия, зачастую приходится пройти конкурс с высоким проходным баллом. В итоге студенты помимо академических знаний получают навыки, востребованные на рынке, а также возможность трудоустройства в крупную компанию сразу после окончания учебы. Спасибо большое за внимание. Уважаемые коллеги, приглашаем вас на кафедру менеджмента к сотрудничеству как в области научно-исследовательской работы, так и в обмену опытом в педагогической практике.